Итак, всех приветствую на нашем вебинаре. Сегодня я вам расскажу, что было в Майами. Как вы понимаете, это просто сумасшедшие были мероприятия, дни. Началось все с того, что у нас прежде, перед тем, как было мероприятие в Майами, для новосибирского филиала каждый год по традиции проходят топ-встречи, когда компания с уровня открытой квалификации Сафирова директора оплачивает проживание в самом дорогом отеле Новосибирска. Это Мариотт. Мариотт – это самый крутой, самый большой отель. Все остальные могут уже присутствовать, самые быстрорастущие, там по пять из каждого, по-моему, звания. Их приглашают на следующий день с утра до вечера просто гостями посмотреть, что у нас происходит. Но это для топов. То есть началось, мы приехали заселить в шикарнейший отель. Наверное, вы уже видели мои видеоролики. С утра у нас был такой обед, планерочка топов, где мы обсудили, что будет в тренде, какие социальные сети будут в тренде. Обсуждали все, Наталья Гришева активно смотрит, что будет в ближайшее будущее. То есть сейчас, да, буквально один-два год будет Инстаграм, потом Телеграм в течение пяти лет, он заменит все абсолютно социальные сети. Поэтому то, что мы там, это хорошо. Там будет очень много приложений. То есть потихонечку это будет развиваться, и постепенно другие соцсети уйдут. Вот это вот спам все больше и больше туда будет переходить. И сейчас офигенно и классно открываются каналы. Я сама на несколько подписана. Просто вот я читаю каждый день очень полезные каналы, очень интересные. То есть вот именно развитие таких будет каналов, блогов, пабликов. То есть все остальные сайты будут отходить. То есть это направление обсуждали, кроме того, кое-какие фишки, которые я расскажу только нашим лидерам. Вот. А дальше от компании Reflame была фотосессия, где приходили два профессиональных фотографа. Здесь вы видите еще фотографии непрофессиональные, просто с телефончика. Скоро у нас у каждого будет профессиональная фотография, которую сделала компания. Вот. Жили мы вместе с Надей Санниковой в номере. Дальше был сюрприз. Тоже наверняка вы видели уже. Кто видел видео, как все происходило. То есть нас привезли сюрпризом в школу, кулинарную школу, где мы сами себе готовили кушать еду. То есть было у нас три подгруппы, где-то примерно по 10-15 человек. И было разное. То есть мы, например, готовили спагетти, итальянскую пасту с морепродуктами, еще что-то. Очень много разных блюд. И потом мы вместе все ели. Было вообще обалденное шоу. Все это вот интересно было, проходило. И в конце мы еще играли в мафию. Мы сыграли два раза, ребята. Другая группа успела три раза. Это что-то было нереально крутое. На самом деле, вот мне бы очень хотелось с вами также встретиться командой, сыграть в мафию, чтобы был профессионал. Это вообще мега круто. Кто из вас играл в мафию хоть раз? На следующий день у нас была встреча, где как раз-таки были награждения, выступления. Очень интересное выступление. Наталья Гриша выступала и приглашен на спикер. Забыла, как девушку зовут. Мне очень приятно, что наша команда собрала очень много номинаций. Вы видите в фотографии, сколько было топ-лидеров. Это конкретно топы. И среди них, по всей команде, по всему товарообороту, по всей структуре считались какие-то номинации. Все номинации я вам выкладывала в чатах. И это, ну, знаете, вот как-то я так думала, ну, да, по сравнению со всеми, там, есть распиаренные команды, другие. Ну, мы какие-то там средненькие будем, может быть, там будет пару наград. Но когда мы получили столько наград, первое, второе, первое, ну, там, второе, второе, третье, там, это вообще круто. Когда вы видите, сколько людей, да, и представляете, практически чуть ли не в каждой номинации мы с вами побеждаем. Это означает того, что мы идем правильно, в правильном направлении, что это круто. И это общекомандные наши результаты, это вообще замечательно, да, поэтому я вас поздравляю. Дальше у нас были фокус-группы, где топовые лидеры очень много интересного сделали, да, для всего филиала, какие-то задания. Вот у нас, например, была фокусная группа, как, например, продвинуть журнал «Мир красоты». Ну, сейчас все. «Красота, как образ жизни», да, вот этот журнал, да, как можно в соцсетях. Я придумала такую фишку, такой проект, и я очень хочу с вами его воплотить. Это когда там 80 страниц, например, мы команда делимся на 80 человек, и каждый фотографируется с определенной, то есть там, во-первых, кто вторая, третья сторона, и описывает, может, там анекдот рассказывает, да, к этому случаю, может быть, рассказывает историю, там, например, по уходу за лицом, что-то, это wellness какой-то, вот, и мы одновременно все, например, в 6 часов вечера в Инстаграме и плюс перепост размещаем все одновременно пост. Либо, например, в 6 часов в Инстаграме, там в 7 часов ВКонтакте, в 8 в Одноклассниках, и это называется «Живая книга красоты». Плюс в описании первая, вторая, третья страница ссылка на человека, где размещен пост, и в конце можете листать следующие страницы, 4, 5, 6. Таким образом, человек, зайдя на страницу одного человека, может пролистать дальше странички и обратно, то есть фотография с какой-то страницей плюс описание, ваше описание, как вы это видите. Тоже так же я очень хочу, чтобы у нас такой был живой каталог, да, то есть, например, второй каталог, мы каждый с вами подготовились по страничке какой-то, но не все страницы, да, а самые интересные предложения, да, то есть разбились, и каждый, например, взял какую-то страничку, и либо с фотографии этого продукта, да, и свое описание. То же самое, живой каталог, да, можно в Инстаграме будет так полистать, да, ну вот эти фишки, нюансы я с вами расскажу еще на планерке, но это вообще, я считаю, что это будет наша фишка, нашей команды, это будет мега круто, это то, что мы с вами запустим. Я не все подробности рассказываю вам, потому что это все-таки требует подготовки. Дальше, что у нас будет вечером, а, вот девушка посередине забыла, как ее зовут, у меня очень тяжело с именами, в общем, она пиар, скажем так, по пиару, по бренду, раскрутке в Инстаграмах и так далее, да, рассказала очень много всего интересного, я также очень для менеджеров делала запись, то есть можно было послушать, кроме того, наработанные инструкции есть. Это нужно отдельно, да, бизнес-тренер, это надо разбирать отдельно, там каждый пункт, но это, опять же таки, мы будем делать планерку в команде. Да, это я на велосе, нам топ-лидерам подарили, каждому такой именной велос-пэк, очень круто. Все вечера мы пошли еще в спа-салон, где отдыхали, до, прям, мне кажется, до упора. С утра у нас, с утра у нас, нет, днем у нас был перелет, сначала мы прилетели в Москву, там я действительно отоспалась, потому что на мероприятии 4 дня практически в Новосибирске мы не спали, здесь мы загружаемся в Майами, прилетаем в Майами. Вначале вы видели ролик, когда перед перелетом, тоже очень повезло, у меня гостиница была рядом, я приезжаю, увидела Косицыных, они прошли досмотр, я тут же заболтала с кем-то, Косицыны ушли, я побежала за ними. Зашла через таможню, думала, они там, уже зашли, оказалось, никого нет. И тут же я встречаю Копани Беркиш, я говорю, о, классно, круто, там, и начали общаться, он говорит, ну пойдем со мной, он мне провел вип-бизнес-класс, это зал отдельный, да, я смотрю, там уже Васильевы и Гармины сидят, нет, Васильевы и еще кто-то фамилию запутал, уже топа, мы все сели, и тут он начал нам рассказывать такое, да, вы видели, уже он показал нам третий, четвертый каталог, новую книгу красоты, которую просто обложку всем показали, но ее еще никому не раздали, а мы уже листали и читали, что там. Но для меня самое главное, вы знаете, что я финансист, и я была шокирована тем, что он открыл свой ноутбук и показал рабочую статистику. Вот у нас у каждого есть инфлист, да, правильно? У каждого какие-то отчеты, я веду таблички, вы знаете, я вам всем даю постоянно таблички, какие-то прирост показатели. Мне Копани показал за пять лет все показатели всех стран мира. Весь товарооборот в рублях, насколько прирост, насколько приростает в баллах по сравнению, если январь, просто год в целом. Мы, наверное, минут 20 сидели, и я ковырялась в его отчетах. Представляете, за весь мир. То есть он занимается глобальным финансист, бухгалтерия, стратегия, развитие. У меня шок был такой. Во-первых, доверие. Доверие, по идее, это секретная информация. Представляете, я работник в Газпроме, там, например, какой-то там, ну, кассир. Ну, не кассир, но в каком-то маленьком, какой-нибудь Урюпинске, директор филиала Урюпинска. И тут я прихожу, ну, не к президенту, а к главному бухгалтеру, и он мне открывает всю отчетность по России, куда все делается, все какие-то показатели, какие-то по колонкам, все за пять лет. Ну, кто покажет? Кто покажет? Никто не покажет, правильно? Потому что в России у нас все скрывают. А это шведская компания. Все прозрачно, мне все показали. Да, я не могу делиться этой информацией везде, там, в соцсети, и так далее, но мне как партнеру, у меня открытый доступ, понимаете? Вот в тот момент я пожалела, что у меня плохая нефотографическая память, чтобы я все, потому что когда я все увидела, я проанализовала, ребят, и причем мы настолько с вами сейчас растем, вот этот квартал, последний, да, вот этот прирост полгода, просто бешено России, он показал по званиям, и по баку, и по этому показателю, и по велосу, и, короче, мы разбирали все показатели. Я вот в шоке, я могу часто, наверное, говорить только поэтому. Дальше, когда мы попали в зону досмотра, это было удивительно, мы где-то больше, наверное, часа отстояли туда. Мы еще мечтали 17-го попасть в Нью-Йорк, слетать на один день туда-обратно, но отстоя, вот в этом отстойке час, прежде чем как зайти в Америку, потому что там, вот через сканирование пальчиков, тебе там смотрят. Вот, я помню, что я съела яблочко, там какие-то перекусы, шоколадки, пока стояла в очередь, потому что, в принципе, уже голодная. Оказывается, это делать было нельзя. Антона, он тоже съел яблочко, когда мы, полупроснувшиеся у всех, у друг друга скопировали декларацию, галочки, там было написано, что вот этой еды нельзя было провозить в Штаты. И его менты забрали, его 4 человека ментов досматривали, весь багаж, все. В общем, нельзя это было делать, поэтому мы уже тут вспомнили задорного про яблочки, про жрачку, да, насколько это все опасно. Это очень серьезно, потому что это теракт. Вот, и я помню, что, когда я ела яблочко уставшее, я помню, что напротив меня женщина полицейский стояла, что она меня не забрала, она видела, что, в принципе, я блондинка, и мне абсолютно все пофиг, и я вообще не знаю язык. В общем, это прокатило. Дальше нас где-то минут 40 с аэропорта нас привезли в отель, дипломат-отель. Это, как я потом узнала, познакомилась, обратно мы летели с миллионером. Так, получилось, я вам расскажу потом. Он говорит, что это один из самых крутых отелей вообще в Майами. Мы жили в районе Голливуд, и там, в этом районе Голливуд, живут самые обеспеченные, самые богатые люди. Есть на островах, вот, наверное, вы видели, да, вот эти виллы звезд там есть, а есть те, например, которые живут в апартаментах. Так вот, мы жили в самом таком, там, где обеспеченные люди, там семьи живут, в общем, миллионеры. И вот отель, считай, то есть там спокойный район, нет никакого криминала. Вот, в отличие от других немножко районов, есть, например, как замкат, там, например, был праздник какого-то лютера, там ля-ля, у них там освободитель негров. В общем, там 8 человек друг друга перестреляли в это время. То есть они тут друг другу там постоянно стреляют, потому что там оружие, то есть там наркотики, марихуана легализована, то есть ты можешь везде на улице курить все, что угодно, в клубах всю наркоту продают. То есть это считается нормально, да, но тем не менее там нету такого, что половина там наркоманов, то есть кто там, кому что нужно, тот кто берет. Ну вот стреляют конкретно, там друг друга чистят, зачистки делают. Это в основном мне этот миллионер порассказывал, да, что происходит, потому что он там уже много лет живет, да, то есть все спокойно, но только вот туда замкать не надо, ну вот это выезжать. А вот этот район, это самый такой спокойный, тихий, где с семьями гуляют, все нормально, ничего не происходит. И он везде охраняемый. А что было дальше? Да, отсеивать не нужно. Ну они сами, говорят, себя там сеют друг дружку. Вот, когда мы пришли в отель, первый раз в жизни у нас не было воды в номере. Для нас это было шоком, мы спустили вниз, и мы узнали, что бутылочка воды стоит на наши деньги 6 долларов, либо литровый, либо 360 рублей. Ну как бы так, поперхнуться можно, но тем не менее, когда ты хочешь пить, ну вот добро пожаловать Америка, американские традиции, американские завтраки. Вот, нам было очень сложно, мы буквально там распаковали подарки, все покидали, потому что 13 часов перелета, трансфер туда-обратно. То есть, получается, больше суток мы не спали. Очень было сложно, тем более сразу перестроиться. У нас здесь день, там ночь. Или когда у нас там была ночь, на самом 12 часов вечера, в это время в России был день, 12 часов дня. То есть, очень тяжело, но тем не менее, тем более в самолете не было бы нормальным людям поспать. Да, конечно же, весь самолет вот сюда-туда гулял, все обнимались, что-то рассказывайте, там алкоголь был бесплатный, поэтому там был просто клуб такой, вот такая тусовка, презентация бизнеса, все рассказывали, кто как работает, какие-то фишками делились, там строчки тут же. У меня, я в блокноте пишу, то есть, каждый рассказывал его наработочки, фишечки. И вот каждый ходил, обменивался, мозг вот так вот взрывался уже там, потому что там конкретно был бизнес-тренинг. Вот 13 часов, вот так вот все. Вот. Ну и к тому же я успела один фильм посмотреть, потому что там можно было фильмы просматривать. Вот, в общем, там было не до сна, и, конечно, все свалились. Мы не понимали, что за окном, когда утром мы проснулись, оказалось, мы были на 31 этаже, жили, вот видите, вот океан. Единственное одно но. Наши все балконы были запечатаны, заклеены, кто-то мог взломать, там был ремонт балконов, и сказали не выходить туда, ну, скажем так, потому что там тележки туда-сюда ездили, чтобы мы балконы не открывали. В общем, это, конечно же, минус. Ну, наша половина повзламала. Мы не стали, девочки, это делать, потому что мало что получится. Вот это вид с нашего этажа. Мы спускаемся с лифта. Очень красиво. В первый день, опять же-таки, я проснулась, пока там бегулюшки, я не попала на океан. Дальше был завтрак. Мы узнали, что такое завтрак по-американски. На самом деле в Америке завтраков в отелях нет. Все американцы завтракают так, что проходят мимо, покупают кофе и гамбургер. Гамбургер, булочку, все. И на ходу, на улице они едят. Если взять Нью-Йорк, то там, если ты не с кофе, не с булкой, ты не местный. То есть все тупо ходят на улице, они пьют кофе, жрут булку, и тем самым, или... В общем, это принято так, да? То есть у них нет завтраков вообще. И когда им сказали сделать полуторный, потом, когда с Юрием Михайликом общались, мы в шоке были, что заставках там просто сжать нечего, потому что все голодные. Там были... Там минимальный ассортимент чего там можно было сделать. Кашки, яичницы, сардельки, колбаски там, котлетки. Были фрукты. Но когда мы привыкли там, шведский стол, как минимум 30-40 блюд и так далее, ну мы были в шоке. И они сами, руководство было в шоке, потому что они запросили вот то-то, 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 то есть завтрак, да? А на самом деле, ну вот так. И вот 1200 человек, ну там уже не переделать, да? И все-таки это единственный один минус конференции. Но мы на самом деле, мы узнали, что такое wellness, ой, что такое американский завтрак, да? Но самое интересное, что, зная этот минус, все руководство, весь топ-менеджмент, основатели компании, все вместе ели. Все стояли в одной очереди. Там, если ты, я потом покажу вам, Александр Афьюкник, это сын основателей, он за всеми там гуськом, там человек десятый подошел, и он стоял, да, это миллионер, это основатели компании, это, да у них такой бешеный кэш, да, деньги, они могли бы там, опаньки, в номер себе заказать, да, и просто отдельный ресторан, нет, это скромные очень люди, да, и основатели компании с утречка со всеми с утра бегали, во-первых, в океане, ну, на пробежке участвовали, потом все садились вместе с тобой, за любой столик с тобой садились, да, вместе с тобой, вот, то есть, когда бы с нами там глава какого-то там Газпрома или там Путин, да, сел бы с какими-то там, вот, но тем не менее это было так, и что мы сделали, первое, да, мы не хотели никуда на экскурсию, мы просто решили пойти пешком гулять, вот, ну, куда ноги носят, наша цель была пойти в Авентура Мол, это самый большой мол, ну, мол, торговый центр, в, там, ближайший на континенте, грубо говоря, скажем, там, говорили там, что супер, там, 300 магазинов, круто, на самом деле, потрясающее место, будет очень много видеороликов, которые я маленькие нарезки сделала, мы гуляли, мы где-то прошли 40 минут, уже одна группа отсеялась, куда-то ушла в одну сторону, вторую, и вот мы как-то гуськом, гуськом шли, 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 и забрали такое интересное место, где мы поняли, что там только обеспеченные люди, да, там тоже были магазинчики, я вам покажу, это, наверное, самый крутой магазин бижутерии, бижутерии, аксессуаров, которые я только видела, сейчас я вам полистаю, но там же есть казино, конные бега, и мы как раз попали в тот момент, когда, это около 12, и когда подъезжали все миллионеры, съезжались туда, мы оттуда не могли вообще уехать, там ни транспорт не работает, такси туда не приезжают, то есть минут 40 надо было ждать такси, мы три раза перезаказывали, то есть просто туда не едут, туда привозят людей, там все на безумно дорогущих машинах, и все люди пожилого возраста, то есть как мы поржали, то есть у этих людей там 50, 60, 80, уже там, грубо говоря, какой у них адреналин? От секса? Да нет, там, от тусовок и так далее, это молодежь гуляет, да, а что еще, да, они просто на конные бега ходят, они делают ставки, и вот эти бабулечки, дедулечки в ах, ах, офигенных машинах приезжают, и тусят, да, то есть и вот это вот сливки вот этих вот, знаете, я тоже хотела быть такой бабулькой, дедулькой, с дедулькой со своим, да, и вот так вот тусить, да, на конные ставки, ну, просто туда съезжался вот обеспеченные миллионеры, и вот мы, по-моему, неволе случая, вот так вот смотрели, да, и вот просто оттуда не могли никак уехать, ну, минут 40, наверное, мы прожидали, где хоть какую-то словить бы тачку, потому что, ну, нет, просто машинка, вот, потому что до Авентура Молл еще ехать минут 10 на машине было, когда мы туда добрались, естественно, там был просто вот бешеный шоппинг, сейчас я вам покажу фотографии, это там, где обеспеченный район, вот это там бижутерия, то есть там порядка 30-40 стендов, где есть одежда, например, розовая гамма, бордовая гамма, красная гамма, бежевая гамма, фиолетовая гамма, синяя гамма и к каждой стенду свои аксессуары. Это огромнейший магазин, вот серенькая гамма, серенькая с золотым, серенькая с таким-то, красненькая с таким-то, бежевенькая с таким-то и вот просто бешеная, вот просто бешеная. Я помню, что где-то у меня есть аксессуары, я где-то на 65 долларов купила. Это, ну, вот невероятно, вот столько выбрала аксессуаров, сумок, я не видела. Это такое, причем цены нормальные, То есть в среднем где-то 600-800 тысяч рублей украшений. Я думаю, ну мы вернемся, может там в Айвентура, мол, еще круче. Нифига подобного, но возвращаться было туда уже это не попутно. Вот, я купила то, что, ну вот то, что купила, то купила. Очень круто было. Также я встряла, скажем так, запала. Да, там есть Мэйсис, скажем так, не то что отдел, как бы в торговый центр, в торговом центре. Там распродажа всех брендов, таких как Гея, Скеллинкляйн, Марк Корс, там еще различные, да. То есть цена примерно 40-50% скидка, там затарка пошла по полной, то есть сток идет. Без скидки, но я мечтала купить белье Виктория Сикрет. Это тоже бешеное просто туда, где-то час-полтора только на Викторию Сикрет надо было. И на магазин эти, смысл в чем? Ты туда приходишь, глаза разбегаются. Я просто попросила женщину, говорю, мне только 15 минут, принесите мне. В общем, они мне принесли такое, у меня такого шикарного белья никогда не было. Они все точно, вот настолько идеально работают, настолько идеально по фигуре все подбирают. Тут просто, они сканируют и вот тебе просто приносят. В общем, у меня 5 комплектов белья, там не знаю сколько там, там всякого всего. В общем, первый раз я на 350 долларов купила, еще потом на 100 долларов. Потом я не могла, у меня вот такая вот тряска была, потому что я не все там скупила. Вот. Что еще удивительное? Там очень часто разводят мосты. То есть ты едешь, вот мы возвращались обратно на такси, очень часто. То есть яхты там, вот знаете, вот красный-зеленый свет. Вот постоянно хоп, развали, яхта проехала, закрыли. И это постоянно, мы думали, ой, это какой-то там случай. Нет, ты вот везде постоянно, вот знаете, как по светофору. То яхта прошла, то машины поехали, то яхта прошла. Ну вот как бы получается так. Ну я вот вернусь обратно. Я думала, что вот этот шоппинг и вот эти вот фотографии, то, что я скупила, это круто. Но я потом еще это переплюнула. Еще был шоппинг. Вечером у нас была приветственная вечеринка в Белом. Такая очень интересная. И вот это платье, которое вы видите, это платье ГЕС, которое я там себе закупила. И вообще, я помню, мне Катя Акопян говорила, Ирина, туда даже сменных трусов не надо брать. Все купишь. Ну как же я там, вдруг у меня времени будет, своего барахла, потому что надо же фотографироваться в разном. Вот действительно в Америку нужно приезжать именно так, с пустым чемоданом. Она говорит, а у нее чемодан украли. То есть как получилось, они летели с Кубы и просто чемодан не долетел. И она говорит, ой, как хорошо, в общем мне все заново покупать, полностью себе гардероб. Ну а потом чемодан прилетел. Ну ничего страшного, там они решили, как отправить чемодан, который уже был полный. Вечеринка была супер, мега крутой. Не передать все, потому что ты не знаешь, то ли фотографироваться, то ли общаться, то ли... Ну здорово, да? Потрясающе. Ну сами понимаете, юбилей, такой драйв, очень круто, очень круто. Мы также все фотографировались, общались, веселились, танцевали. Вот, может быть вы знаете, кто это, да, многие лидеры. Вот, Магнус. С Магнусом все, естественно, пофотографировались всем руководством. Там даже было такое, что тоже у меня будет ролик. Девчонки настолько отдохнули, что просто в фонтане вдвоем там, они настолько там зажигали, исполняли. Ну что, было весело. Но фотографии должны быть красивые оттуда, потому что там очень красиво они танцевали, но в фонтане. Все на них смотрели, снивали. Ну вообще развлекаловка была. Это была моя эмская вечеринка, реальная до конца. Было, конечно, много номеров шоу. Наверное, вы видели, да, что там я снимала, я танцевала с Майклом Джексоном, точнее он меня вытащил на сцену. Я и было как-то неудобно, но есть этот ролик, надо самой себе скачать. Вот, классно. В общем, когда где-то около 11 часов вечера мы поняли, что мы только ходили, фотографировались, общались. А когда пришло время танцевать, отчет вроде народ уже как бы начал расходиться. Нам стало мало. И вот одна из девочек, Бахарева, Бахарева Маша, где Бахарева Маша, где бы ее вам показать? Нет ее, сейчас еще вам покажу. Она живет в Орландо, в Америке уже много лет. Она переехала из Краснодара, мы с ней знакомы, наверное, лет 10, дружили. Она приняла мусульманство, вышла замуж за мусульманина. И такая вот, я ее встретила в этом, на банкете директоров. Может, девчонки кто-то видел. Она в Абайе, то есть вот такая вся в платочке. И тут я вижу Башка без Абайя. Вот, она со своим вроде как там расходится. Ну, в общем, она говорит, клуб. Потому что энергия брыд. Ну, в общем, мы поехали в клуб. Ей сказали, что первый вариант клуба поехать, лиф, и это где-то час ехать в центре Майами, там где тусовка идет. Но мы поехали в другой тайм, где 10-15 минут. В этот день приехала какая-то суперизвестная группа типа Риги Мартина. Там мальчики потрясающе пели. Это был Латинос. Каждые 5 минут на стойке танцевали какая-то там пара. То есть официантки, они же и официантки, и они же танцовщицы. То есть они как, они просто менялись. То там одна пара официанток танцует, зажигает на стойке, то другая там еще переодевается. Это просто шоу было бешеное. Мы стояли практически настолько плотникум, но я не знаю, человек, наверное, 400 было в клубе. Порядка 15 минут стояло у клуба. Вот. И мы где-то, мы еле-еле оттуда ушли, потому что хотелось оставаться дольше. Ну, где-то у второго, потому что следующий день нам надо было рано вставать. Ну, понять, что такое... Вы понимаете, быть в Майами и не быть в клубе ночном, это, сами понимаете, как-то, ну, вроде... Ну, надо, надо. Вот. А, вот, это Машка. Это вот она в Абай. Это вот такая она в Абай, потом она будет без Абай. Вот. Так что... Масульман. Какое масализация, Игорь Машка? Ты же как была русская, так и осталась. Вот. Когда была конференция. Да, конечно же, с утра мы еле встали, было очень тяжело, потому что, опять же, такие недосы, где-то спали 4 часа. Вот. Конференция, конечно, была на высоте, была очень потрясающая, столько много информации, всякое было. Сейчас мы перейдем к страничкам. Я вам пока покажу несколько фотографий, а потом уже непосредственно то, что там фишечки были. Да, конечно, мы с вами будем больше разбирать на менеджерских планерках, потому что, ну, невозможно все, как бы, рассказать. Вот это лариночки, которые компания, ну, чуть-чуть открывает, потому что год будет юбилейный, будет много всего, всех запусков. Она чуть-чуть приоткрывает, но вот ближайшее, вот-вот, что вот здесь вот сейчас вот вам будет, что вот сейчас вот будет, да? То есть, Nature, Love Nature там перезапускается, приупаковывается, и как это улучшается форма натуральные, будут всякие гельчики. Я не знаю, это, наверное, для Китая вот такие wellness, что там, я не знаю, но нам не анонсировали, скорее, для Китая это все сделали, будут туалетные водички. Показали буквально чуть-чуть. Вот такие будут. Я еще пакет не разбирала. Вот смотрите, здесь сменные щеточки. Видите? Разные. В зависимости от того, какие ты реснички хочешь, будет вот такая тушь, обычная тушь, и любую щеточку ты ставишь под настроение. Ну, это такая вот фишечка будет. Что там у меня в пакетике? Ну, и вот, конечно же, сама вот эта вот Novage 45+, о ней мы поговорим, бешеная серия. Также будет аксессуар, вы видите, волна толстовочку, будут кисти. В общем, это опять же таки сказали, это вот маленький кусочек, чтобы вас подразнить, что будет. Чтобы буквально вот в первом квартале, все, что остальное, пока они говорят секрет. Так же вызывали топ-15, мы все переживали. На самом деле, вот если раньше топ-15 России, там СНГ были, скажем так, 10 человек наши, ну и 5 человек забралось. То здесь мы прям вот ждали в ожидании, и вот когда Анна Хумьян, топ-15 место, переживали, что она даже не войдет. Кто туда? Индонезия, Китай, Турция, Мексика, все. Но, то есть, вот Россия вот такая вот огромная, она просто вот так вытесняет, и какая-то вот Турция, понимаете, Индонезия, она по ней просто топ-15 мира. Они растут, они действительно качественно глобально работают. Сейчас я вам покажу слайды, о чем не все слайды, что мы изучали, потому что, естественно, времени просто не хватит. Но про Харди, Харди, как его зовут, тренер, то, что он нам где-то часа 2-3, наверное, рассказывал, вы знаете, вот это, наверное, самый крутой тренер, вот там, где фотография его, вот он, это не он там показывает пальцем, но он выступает. Это, наверное, самый крутой мега-тренинг, который я видела, слышала. Это что-то, нечто. Он работал с самыми известными людьми мира, в том числе и интервью брал у Стива Джобса. Я вам писала. В общем, мега-крутой, мега-крутой тренер. И то, что он давал. Вот реально, вот, как сделать так, чтобы через 80 дней вы просто себя не узнали? И конкретные методики. Что нужно делать? Как нужно делать? Ну, обычно как? Ах, ну, понятно. 10 пунктов того, чтобы стать богатым и счастливым. Да, ну, как обычно, ты знаешь, но как он каждый там раскрывал момент, вещь, что ты реально понял, каждый человек, как себя перезапустить и быть другим человеком через 80 дней. Просто. Вот эти методики, это офигенно. То, опять же, я не знаю, как я вам перенесу, потому что я вот так вот строчила, потому что там что ни фраза, то ее нужно обдумывать. И я часть вам, конечно, дам. Харди, Харди какой-то. Ну, я Даррен Харди. Вот, Даррен Харди его зовут. Он нам не знаком, но мега-крутой чувак. Так, что еще вам показать? Ага, сейчас я вам покажу слайды первые. Так, 26-й. Вот над чем я больше всего парилась, скажем так. Это вот над этими слайдами, потому что в них было вставлено видео. Видео из-за этого видео я не могла загрузить. То есть мне нужно каждый слайд было сделать принт-скрин, 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 да, и заново залить. Итак, в этом году было 1198 бриллиантиков. Нет, здесь получается 50 на 50, потому что со спутниками были. И на 36% больше людей из 44 страны, и 192 новых званий на 61% больше. Это юбилейный год. То есть действительно бешено компания растет. База, почему мы растем, и почему, ну понятно, два направления, которые мы всем знаем, это Novage. Вы видите еще одна линейка, это только в Китае, потому что там в Китае заботятся, чтобы кожа была как можно больше светлее. Мы как можно больше загорелее. У них это наоборот, поэтому это только для них. Это для азиатского типа лица идет серия. Они у нас там, у них бешено пройдет. В этом году, если взять всех наборов Novage, было продано 1 миллион наборчиков. Было продано за год 8 миллионов 300 тысяч Wellness Pack. И прирост составляет плюс 32%. Вы представляете, как категория Wellness бешено растет во всем мире. Наших любимых помад, ролик которых у меня 29 тысяч просмотров, я правильно сделала, именно на этот ролик. Более миллиона штук было продано. Туалетная водичка в конце только каталога запустились. Буквально там пару каталогов 250 тысяч штук. Это столько тренингов прошло по миру, столько вечеринок, пати, мероприятий. Мы стали номер 2 и без прошлой конференции и золотой в Валенсии. Итак, вот смотрите вот этот слайд. Внимательно сфотографируйте, запомните, что всего по России 147 менеджеров, то есть таких 147 тысяч, это вот реально хороших менеджеров без отрыва, которые получают доход, то есть вот фундамент. В мире 17 тысяч директоров и выше. 400 человек бриллиантовая команда и выше, то есть бриллиантовые, старшие, бриллианты и так далее. 74 исполнительных директора и 5 президентов. Вот это сфотографируйте, это чтобы вы знали, наш, то есть там порядка 3,5 миллионов всего человек числится, но вот это вот как раз таки фундамент компании. Здесь рассказывается история, как был у нас нован компания, как она росла, новинки, как открывались страны, вы можете по каким годам видеть. Еще я не буду перечислять, когда, какая страна была открыта, пробегитесь глазами, когда открылся, там, Павла Берлинская Стена в 90-х, Россия открылась. Первый бриллиантовый директор, вот она из Польши, да, посмотрите, это было первое поздравление в 92-м году, первый исполнительный директор в 93-м году, не буду читать, кому надо, прочитайте, а то я весь язык перековеркаю. И первый президент в истории Арифлейм, это Танила Владимирова Полежаева в 2008 году. Далее книга открывалась «Новые и новые страны», не буду перечислять, в 2009-м в конце, вот Узбекистан, и каждый раз Арифлейм все больше и больше рос, открылись новые фабрики, вот вы видите, какие конференции в каких странах были за эти годы. Дальше компания продолжала расти, Кения, Тунис, Индонезия и так далее, мы 45 лет юбилея праздновали, и дальше рассказывалось о том, что каждый год уже по традиции, если взять эти года, у нас каждый год какая-то песенка была там, и каждый слоган, все. И какой уже сейчас, вау, будет тема года? Let's make history together. Давайте сделаем историю вместе. Это лозунг этого года будет. Сейчас включу следующие слайды. Я даже Ирину Исаеву попросила скачать этот гимн. Есть версия на многих языках. Как вы знаете, что там компания очень так скрупулезно подходит к этим песенкам. В общем, это работала какая-то компания, которая сотрудничает с различными мировыми звездами, им тоже это делает там песенки, то есть работает. Ну, в общем, вот такая вот есть киты. Ирина Исаева, спасибо тебе за то, что скачала. Она закачала даже с этого сайта, там как-то надо мудрено было на Яндекс.Диск. Спросите у нее, у нее версии 5 есть на Яндекс.Диске, чтобы можно выскочить, потому что там надо было как-то регистрироваться. То есть вы можете послушать, и я думаю, эти ролики я буду вставлять в видео, и вы можете вставлять в видеоролики, которые будете делать. И вот там ссылочка есть. В компании Арифлейм будет очень много аксессуарчиков разных запуститься, юбилейных, вот часть вы их видите, что будет в ближайшее-ближайшее буквально время. Такие интересные сумочки, шарфики. Что будет юбилейного? Вот чуть-чуть только приоткрыли, будет вот такой вот лосьон, лосьон и пена для вам, юбилейной упаковки, какие-то там тушь с золотистыми, чтобы наши в юбилейный год золотые, там реснички сияли там с золотом, ну, естественно, там упаковочка какая-то поменяется, что-то там сделано. И как вы видите, что наш главный продукт, где он главный продукт там? Вот он у меня вот здесь, вот в тендерке, вот, в общем, он будет в золотой упаковочке. Всего 300 миллионов штук его было продано, представляете? 300 миллионов штук. Вот так вот будет выглядеть упаковочка, золотая. Вот. Этот дизайн там разрабатывали, в логотипе я тоже вам это ничего рассказывать не буду. Ну, в общем, так, вкус обычный, тот же самый, что и розовый, только единственное, вот золотой бочок. Ну, как бы так. У нас он идет как расходник. Все. Если взять декоративную косметику, что 5 миллионов продуктов за 10 лет было продано, и мы с вами в тренде, потому что там начиная с 60-х, 70-х, там, грубо говоря, каждый год макияж меняется, тренды меняются, и мы, в общем, с вами очень крутышки. Это что, все? А, слайд какой-то не дошел. Так, еще сейчас на третий слайд. Я разбивала уже вот так, вот вам готовят презентацию, но не идут, не идут слайды, потому что просто перегруз. Там очень качественные картинки. И вот то, что вот запускается, и то, что действительно о том фокус, на чем мы с вами будем работать, это уход за лицом, потому что сейчас это мега-бешеная, крутая категория. Вы знаете, сейчас есть различные компании, которые выбрали стратегию гипермаркета. Все включено, там все вот, ну, в общем, все по бросовым ценам. Да, и это одна категория. Мы взяли немножко другую нишу, взяли направление красота как образ жизни. Все-таки больше на вейдж, вот вэллс. Почему, да? Если взять, например, есть у нас, даже взять, вот, например, телефоны-гаджеты, чтобы вы понимали, есть очень много различных телефонов в компании, но самые крутые, призванные по всему миру, являются Apple. Вот Стив Джобс для того, чтобы, когда он, второй его приход в компанию, когда его там выперли, выгнали, когда он пришел во второй раз, и чтобы поднять заново компанию, ему пришлось убрать дешевые продукты, несмотря на то, что все гнали за дешевкой. То, что покупают меньше всего и меньше идет продаж, вот, например, как аксессуары и так далее, он от многих. И он сконцентрировался только на самых сильных и важных продуктах. Он стал вкладывать в них бешеные деньги в разработки, в дизайн, в качество, убрав все лишнее, несколько продуктов, убрав полностью весь ассортимент и начал фокусироваться точечно. Ну, вы знаете, что компанию, к чему это привело. И вот стратегия компании, то, что очень важно всем. Скажите, кому важно здоровье? Вас и ваших близких. Я думаю, многим. И это фундаментально. Кому важно, чтобы ваше лицо выглядело как можно дольше моложе? И это фундаментально. Не то, что сегодня в тренде одна помадка, другая там, лосьончик какой-то. Да пофиг, какой сегодня у меня лосьончик, какой у меня запах и сколько это стоит. Главное, чтобы у меня было здоровье и главное у меня, у моих знакомых и чтобы я выглядела достойно и моя красота увидала, чтобы быть королевой. Понимаете, вот немножко другой подход, принцип и это очень важно, нужно правильно понять компанию. Да, очень сложно, может быть, кому-то сейчас будет перестроиться, но если вы будете понимать и будете в тренде нести эта красота как образ жизни, вы выйдете то же самое на другую нишу, как, например, в свое время вышел Apple и все остальные компании стали, ну, немножко, ну да, они сейчас тоже понимают, что идет бешеная конкуренция, что будет дальше неизвестно, вот так же Apple, Samsung конкурируют и так далее, но тем не менее, просто чтобы вы понимали, к чему идет компания и стратегия. Всего было продано больше одного миллиона баночек у нас за все это время, нет комплектов. Сейчас пройдет непередаваемое и я не буду затягивать, наверное, время, ребята, у меня есть вся презентация на русском еще языке, я через Google переводчик переводила подстрочники, все готовилось, но я думаю, это для менеджерской команды, мы буквально сейчас пройдем, а то иначе вебинар у нас затянется еще надолго. Вот, буквально фокусно, да, у нас есть Wellness категория и это топ-5 продуктов, которые у нас продаются из всего ассортимента, то есть, как я говорила, что везде есть 20% продуктов, которые делают 80% товарооборота, да, и наоборот 80% всего ассортимента, которые делают, ну, там, чуть-чуть товарооборота. Вот это топ, входит в топ-5 самых продаваемых продуктов нашего каталога, вы все знаете, номер один это продажа Wellness Pack, это первый идет женский, второй идет мужской, ну, и потом все остальное, потом третий коктейльчик и так далее. Знаете, кто его изобрел? Выступал как раз-таки Stixten, рассказывал о преимуществах наших продуктов и так далее, да, с чем сочетается. У нас выступала Юля, то есть, все слайды я сейчас не ставила, потому что мы не влазили Юлию Гифнидер, она рассказывала, потому что у нее один из самых высоких процентов по инструктуре и прирост, и она выиграла поездку в гелезу, она рассказывала, как они работают, на чем фокусируются, стратегия, да, завтраки, насколько полезен, как они делают посты. Это выступление есть в Ютубе, вы наберите, Юлия Гифнидер, да, как выступала, ее также приводили, она говорила на русском и на английском, да, то есть, все они ходят в клубы, фитнес, с командами они прокачиваются, вот, фотосессии, как можно моложе выглядеть, вот смотрите, женщина в 37 и в 50, да, вот скажем как, как подошли к этому возрасту, то есть, недавно начав использовать wellness, укладки, красная, как образ жизни, что можно еще говорить, да, вот есть разница, может быть, вот местами поменять, правда, вот, насколько поменялся человек, вот как поменялся, можно просто взять и переставить в возраст, правильно же, вот, поэтому работайте вот так, такими категориями, они рассказывали, как у них в СПО проходит, какие акции запускают, опять же таки, все это есть в ютубе, можно посмотреть, так, это все, то есть, первая часть была, заканчивалась на том, что была встреча для всех, встреча где-то закончилась, это в 6 часов, опять же таки, я, если рассказывать просто про wellness, про технологии, так, это у меня какая часть была, сейчас, я вам это рассказывала, вот, давайте так, я просто по времени смотрю, полностью о wellness, о запуске нового продукта, более подробно, у меня вот с подстрочниками, есть 10 слайдов, как состоит, какие, какие входят туда состав, чем отличаются, я расскажу на менеджерской планерочке, либо мы с вами отдельно подробно разберем, давайте, чтобы, потому что иначе очень много каши быть, так же, как и по харде, после этого у нас с 8 часов вечера, то есть, представляете, вы не спите, то есть, вот, 4 часа в сутки, в 9 часов начала конференции, в 6 она заканчивается, нон-стопом, да, на перерывчик, на обед, и в 8 часов начинается российская встреча, то есть, идет продолжение, то есть, настолько плотненько все обучение, там очень много всего информации полезно, тоже, так же я строчила, и я не могу вам все пересказать, потому что, вот, видение мое, мышление, в общем, все мы будем в нашем проекте, в нашей команде внедрять. Итоги года, мы с вами молодцы, плюс 173 процента новых менеджеров, это с учетом того, что и тогда были колбаски там, и уже в этом году, то есть, мы растем, то есть, это заделаны новые команды, директорские команды, у нас практически плюс 50 процентов старших менеджеров, то есть, это будущие директора, это круто, вот, Беларусь, 300 процентов, смотрите, плюс 82 процента у нас со звания до бриллианта, то есть, вы видите, сколько просто массово, 721 директор, 721 человек, да, вы видите, и сейчас пошел такой период, что бешеный рост топ-лидеров, топ-лидеров с уровня бриллиантового директора, то есть, у нас 11 уже закрылось, бриллиантовых, 4 старших и дважды, и это 147 процентов, но это начало, потому что открытых званий бриллиантовых, старших, золотых, я не знаю, что будет в этом году юбилейных, просто масса, я вот, я не знаю, человек 20, я знаю, что точно идет в России на исполнительного директора, причем они вот бриллиантики, но у них уже по 6 веток заложено, то есть, за год еще бриллианта, то есть, вот сейчас пошел период, когда вот бриллианты, они вот 2-3 года, 2-3 года, такие вот технологии, но об этом мы с вами тоже потом, об этих фишках говорили, я с этими ребятами общаюсь, что они такого делали, больше полутора миллионов нам было выплачено только в виде премии, у нас поменялась программа «Зарывая мечты», вы это знаете, это немножко апгрейд, вот, и у нас 93 лидера в России уже получили машины с уровня бриллианта, вот, то есть машина «Вольво», в том числе и моя вот под окном стоит, но сейчас вот, например, команда ТОП-24, Хафизова, они выбрали другую машинку, это что у них, по-моему, Мерседес идет, и вот ТОП-24, вот на золоте они сделали, ну, свой бренд, сейчас вот, то есть, берите, пожалуйста, любую машинку. У нас два звания, нас поздравляли на сцену, приглашали, несколько званий, то есть, вот, ребята, да, вот, я очень хорошо сражалась мне с Алянкинами, такие ребята классные, вообще такие ребята классные, вот им 25 лет, то, что они делали, да, Шахаи вообще молодцы, 6 новых званий, Кукушевы, вот, очень ребята крутые, и они, это будущий топ-лидер, так они растут, у них сразу уже заделана исполнительного у всех, все, просто, вот, вот, не было, и тут раз, и все, что это означает, что кто-то среди нас здесь, возможно, есть, да, сидит, тот, кто вот был там директор, почему бы нет, щел, потому что некоторые ребята были давно в Арифлейм, ну, вот, что-то не было, например, Даша Алянкина, она была два раза в Арифлейм, первый раз она была студентка, ну, что-то как-то, говорит, очень долго, я, говорит, до уровня директора, там, я не знаю, сколько ползла, ползла лет, а потом, что-то родила, и, ну, какое-то время прошло, и потом, вот, просто вот щелкнула, поняла, что нужно делать, система работы, сопровождение, бешено, и три звания она сделала, то есть, до этого, говорит, вот, просто никак не получалось, и потом в бабах щелкнуло, то же самое у других ребят, Кукушева, они тоже были в Арифлейм, то есть, вот в какой-то момент, я не знаю, у кого, когда щелкнет, да, это система, это командная работа, и мы сейчас с вами будем перезапускать нашу систему обучения, очень много всего, новых фишек, у нас будут с вами фокусные группы, и с каждой группой я отдельно буду работать, чтобы мы могли концентрироваться каждый в своем направлении, то есть, я буду генерировать, то есть, вы будете, как вот, командачками будете собираться, я вижу всю картину целиком, вот, но каждому, чтобы была качественная работа, мы будем вот эти пазлы, кусочки составлять с вами, так что у нас будет грандиозный проект, дальше нам рассказали, что у нас будет новый «Эволюция красоты», второй, вторая книжка, рекламную кампанию вы видели, бьюти-блогеры, вот, создали рекламку, вы тоже это видели, плюс супер, потрясающий журнал, действительно, очень красочный, красивый, с очень интересными статьями, выйдя в третьем каталоге, мы с вами его увидим, я его уже видела, почитала, интересненький, вот, это лишь несколько листочков, скажем так, с книжки красоты, российский конгресс предпринимателей, вы знаете, каждый год он запустился, происходит, и вот, я была в последнем в Санкт-Петербурге, в этом году, у нас будет потрясающий формат, и приглашается с уровня директора, это будет бизнес, вся бизнес элиты России, потому что обижались, потому что с уровня золотого директора, только был доступ раньше, и с уровня директора, любой может попасть туда, это будет в Москве, рассрочка на 6 каталогов будет в виде скидки, 21 делим на 6, то есть, 3,5 тысячи рублей у каждого директора будет сниматься с дохода, в принципе, получается, это норма, единственное, что вам будет надо туда-обратно доехать, да, только остальное все проживание, это вот 3,5, каждый месяц у вас будут сниматься зарплаты, это будет реально классная прокачка, и прокачка очень хорошая командами, потому что 3 дня это бизнес, и плюс получается, за день раньше приедем, и позже, то есть, сейчас я покажу даты будут когда, спикеры, только новые бриллианты и высшие исполнительные, 5 приглашенных бизнес-экспертов в области онлайн-маркетинга современных бизнес-технологий, будут какие-то просто суперперцы, вот 5-8 апреля будет, 5-6-7-8, 4 дня, 3 ночи, вот, поэтому думайте, кто хочет, плюс, на самом деле, в прошлом году, вот в этом, была действительно драка за билеты, все филиалы между собой переругались, потому что было мало, все хотели попасть, и компания «Арифлейн» возвращается в Олимпийский, чтобы туда как можно больше участников, вот, 3,5 тысяч участников, чтобы вместить в банкете, и 15, по-моему, тысяч, 15 тысяч будет в этом, в Олимпийском обучалке, в общем, все едут на банкет, то есть вы сразу забронируете себе, пожалуйста, скажем, откладывать денежку, или как, чтобы в Москве все вместе командой поехать и встретиться, потому что будет юбилейный год, это будет что-то нечто в юбилейном году. Планы роста, что дальнейшее, рассказать всем об «Арифлейн», это весной, нам что-то грандиозное, 50 лет «Арифлейн», вы знаете, что мы раньше сотрудничали с различными самыми крутыми звездами, вот, и это было очень актуально, было в тренде, но, мы возвращаемся на телевизор, на ТВ, но немножко креативный другой подход стали использовать, взяли 11 бьюти-блогеров, этих людей, понимаете, сейчас как, сейчас идет новое поколение, компания, ну, мы пообщались среди, руководство нам показало официальную статистику, я скинула ее сегодня директорам, или менеджерский чат, сейчас бешено растет поколение где-то 22-25-35, даже моложе, все моложе, 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 это ребята, которые в тренде, кто онлайн, которые знают всех вот этих звезд, да, мы с вами уже немножко, ну, нет, я, не мы, я весь у нас, скажем, такой уже, такой среднячок, вот, и для того, чтобы прокачать, и вот бешено растут, которые вот по, они не знают, как по-другому, они знают, что нужно сразу бриллианты закрыть за 2-3 года, 2 года, все, они нацельны, это вот новые поколения, им все равно, им там везде зеленый свет, им абсолютно все, и вот они шпарят, шпарят, вот именно молодняк сейчас идет до 30 лет, просто про до 30, это молодежка, и специально под них, под новый формат, самые известные бьюти-блогеры, потому что все сидят, не за теле, ну, молодежь сейчас не смотрит телевизор, все в гаджетах, и в гаджетах, в ютубе, они смотрят обзоры, постят что-то, вот, Крит, Влад Соколовский, вот, ну, смотрите, смотрите, кто, да, главная актриса, подскажите мне, кто, да, она в бригаде снималась, сейчас немножечко вот так поменяю, я свет, Гусева, да, Гусева, Катерина Гусева, потрясающая рекламная кампания, ролик, я думаю, что это только началось, да, начались маленькая часть ролика, я думаю, что там что-то будет грандиозный проект, компания все держит в секрете, потому что это реально, это самая крутая мега-компания, и круче, я не знаю, что можно круче сделать, это просто она, ах, вот, что, чем компания еще обрадовала, пригласили нам Нади Мути, золотой исполнительный директор, мало того, что она входит в топ-15 мира, ее еще два партнера входят в топ-15 мира, представляете, как классно она замутила проект, сделала, минутку, вот так вот я сделала, чтобы, то у нас уже вечерочек, да, мега-крутая, и я вчера девчонкам-директорам скидывала, мне настолько одна понравилась страница, совершенно случайно, я набрала хэштег Ariflame 50, и увидела ее пост, зашла на страничку, так интересно, вообще такая красивая, классная страничка, но она там по-другому называется, себя, мне настолько она понравилась, я скинула, и потом случайно перешла ссылка по ссылке, я знала, что это Надя Мути, поэтому, если вы хотите в инстаграме, посмотрите на ее страничку, как она круто это делает, но крутая, очень крутая, да, еще учиться, учиться, тоже ее выступление есть на ютубе, его отдельно стоит посмотреть, вы знаете, вот о том, что компания Ariflame объявляет вторую волну, это решалось буквально на последней неделе, потому что уже говорили, нет, мы не будем, мы не будем, мы все-таки деньги, как-то что-то, а компания Ariflame, это потому что, понимаете, вы, у нас определенное количество денег, вот представляете, вот как бы вы лидер большой организации, да, вам нужно что-то сделать, вот у вас только-то денег, вам либо на одну акцию простимулировать, либо это новичков, либо третью, куда-то нужно распределить деньги, да, и компания Ariflame принимает, либо в эту сторону, либо в эту, в общем, компания Ariflame приняла очень такое большое решение, чтобы просто порвать все и всех, на нашем русском языке, она с других стран берет доход 2 миллиона евро, или долларов, долларов евро, 2 миллиона, и вкладывает в Россию, сейчас, представляете, сейчас будет бешеная просто акция, 2 миллиона, с других стран доход, она вложит в Россию, чтобы порвать и вытеснить всех конкурентов, и чтобы не говорили там, ой, там что-то ваш Ariflame какой-то вроде затухает, ни хрена подобного, 2 миллиона сейчас вбабахают в акции, и все, и пошли просто все вот гулять, вот, поэтому, компания Ariflame посчитала, гулять-то гулять, поэтому, вторая волна, все будет круто, у нас будет своя потрясающая акция, сейчас компания будет еще делать перерасчет, что-то еще она добавит, сделает, но, компания Ariflame слушала нас, потому что мы просто умоляли, говорили, заберите эти кушки, не нужны нам эти кукушки, потому что достали эти липовых людей, их надо делать, многие люди послетали, то есть, мы растем, мы растем, но вот эти кукушки, уберите их, в общем, компания Ariflame нас послушала, и сказала, окей, кукушек не будет, реально, люди, которые растут, делают отрыв в звании, делают лично, ну, понятно, 150 баллов, это как зубы почистить, сделайте каталоги, и будет вам счастье, но это не все, те, кто квалифицировался в первой волне, они были Бэтменами, они могут еще получить дополнительно бонус, пожалуйста, делай дело, продержи, и получай еще бонус, да, еще 500 долларов, вы можете получить бонус, это вот у нас с той волны, кто идет, но это еще не все, если вы помогите менеджерам, в первой волне, получить бонус во второй, и получаете 50% бонуса, и так далее, и это я не буду, это в основном про лидеров, лидеры все разберутся, и все узнают, как что получать, то есть, да, лилия прошла, и еще, может быть, тут еще подтянется, вот, это такая вот основная информация была, опять же таки, это не все, что, мне не все слайды поместились, как вы понимаете, и давайте я продолжу, что было еще у нас на конференции, так, где моя презентажка, презентажка, майемская, сейчас найду страничку нужную, где фотографии были, грубо говоря, вот, ну, вообще, на самом деле, ну, невозможно все рассказать, что было на конференции, в такое короткое время, то что ж я не могу никак попасть, ладно, сейчас запускать, я немножко пролистаю, потому что не могла с нужной странички попасть, грузится, ой, нет, где, 26-я, а, итак, смотрите, что было на конференции, потом у нас, вот, это была российская встреча, нас поздравляли, все, и вот, вот реальный поток, просто поток, вы видите, на сцене, не все фотографии влезли, это новые бриллианты только, новые бриллианты, вот, что будет сейчас, впереди, вот, действительно, будет в России очень много миллионеров, именно миллионеров Арифлей, топ лидеров, очень много, мне большая честь, вот, где бы еще, вы, вот, знаете, вот это как круто, когда ты можешь пообщаться, и пожать руку основателям компании, у меня, у меня несколько фотографий, с, руководством, ну, на самом деле, это, это многого стоит, это очень много, это дорогого стоит, когда ты можешь поблагодарить человека, который изменил, изменил твою жизнь, и также миллионов людей, это вот он, сооснователь, первый человек, да, кто запустил вот такую махину в компанию, классно, Юнасов Йокник, вы видите фотографии людей, которые тоже меняют жизнь, да, вот, четыре фотографии были, ну, это я уже просто поставила людей дальше, а, вот это вот Маша уже, Маша Бахарева, как, ну, это уже она без Абай, эта фотография была в ночном клубе, две фотографии, это я вот в ночной клуб собралась, это, по-моему, третий раз, а, Ален, ну, вы знаете, а на фотографии, с самой низу, слева, это Ален Мавон, который создал как раз-таки серию на Вэйдж, да, вот, семь лет работали, справа это Александр Афьокник, сын основателей компании, и он сейчас непосредственно возглавляет управление все, потому что, естественно, родители уже старенькие, вот, он непосредственно сейчас управляет компанией вместе с Магнусом, Владимира Полежаева все прекрасно знаете, и Роберт, ой, Йохан, Йохан Розенберг, это Россия и Беларусь управляет, ну, скажем так, это вот наше шведское руководство, далее, ну, вечерком мы решили поехать, потому что, Маша, я говорю, все, мы устали, в 12 часов ночи у нас только российская, пол-12 российская встреча закончилась, я устала, Машка звонит, Эра, когда мы еще в Майами будем, все, поехали, поехали, там еще одна девчонка, Катя, то есть последние минуты там топ-15 вызывать, она в топ-15 России входит, она пишет, Ира, все, пошли, пошли в клуб, поехали, поехали, Машка нас отвезет, либо, короче, тачку поймаем, не важно, поехали, поехали, когда еще, короче, толпень собирать, я говорю, блин, куда там, я уже была, а я не была, я тоже хочу, все, смсимся, все, едем, конечно, мы уставшие, мы едем в самый крутой ночной клуб, который в Майами, и вообще на всей территории Америки, там, где все приезжают звезды, и как раз там какая-то мега звезда выступала, в общем, все самые богатые люди мира стекались туда, а мы туда пошли, поехали лохушки, вот реально мы поехали лохушки, мы понимаем, во-первых, ну да, платье у меня все красивое, но я поехала без каблуков, я поняла, что без каблуков туда не ходят, Катя Акопиан поехала, у нее кофточка, и вышняя юбка, она говорит, я себя чувствую, и говорит, как же она сказала, дословно, преподавательницы детских классов, или, короче, детского садика, или что-то такое, ну плюс еще там добавила, ну в общем, нормальный, чтобы не формат, потому что вот реально там были, вот практически треть была силиконовой, там просто вот там ниточка вот такая, да, там все, чтобы это все вот там полуголые индивицы, но на самом деле, самые красивые девушки, которые проходили, я просто, ну просто, ну я не могла так снимать, вы понимаете, что они проходят, вот эти вот, понимаешь, миллионеры там с цепями, типа Тимати, там еще звезды, там пробежала, то ли Риана пробежала, то есть вот ты же не можешь снимать, ай, подождите, подождите, я сфотографирую, но там стоит вот охрана, 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 подъезжают там открытые тачки, ну просто ты это вот так видишь, короче, мы сейчас простояли, оказывается туда без паспортов, не впускают, за нами толпа, человек, наверное, 200-300 в очереди стоят, и там жесткий дресс-код, то есть паспорт, красивая девушка, вся во всем, и тебя не пускают, вот, ну что, ну просто не пускают, в общем, мы постояли, Катя такая, ну че он говорит, час проехали, говорит, мы с тобой лохушки, поехали обратно, вот мы четвером, и плюс Маша была с другом, пять человек, в общем, мы поехали все обратно, вот, ребята вдвоем, они знали, что нужно паспорт, но они думают, что в принципе дебилки-то доказали, что нужен паспорт, вот, вообще в пятером мы на машине потом поехали обратно, ну было как бы обидно, ну они живут в Америке, поэтому в принципе они уже ходили туда, в этот клуб, Машка не ходила, а вот, ну кто этот, он в принципе и повез нас туда, вот, конечно же было с одной стороны, ну и ладно, но реально было обидно, обидно, что мы не попали в самый крутой ночной клуб мира, да, ну скажем, даже практически вот так вот назвать, потому что вот такая толпа, толка, вот человек 300, это вот там только, плюс вот прям потоком, потоком, я не знаю, может тысячи две человек он вмещал этот клуб, я немножко погуглила, что такое лифт, и вот девушки, которые туда ходят, ну вот это немножко я вызвала, выбрала с инстаграма, то есть, ну вот действительно, такие вот звезды шоу-бизнеса, с такими вот прелестями, которых у нас, к сожалению, еще денег не хватило заработать, вот, короче, круто там, там все очень круто, то есть то, что мы ходили, это знаете, как вот клуб для тем, кому за 30, за 40, как, да, вот реально там, ну такая вот, знаете, вот более вот такие вот остепенившиеся, да, вот миллионерчики, там люди отдыхают, а вот туда вот вся вот как раз самая в саку, да, вот молодежь, молодняк туда прет. Да, да. Следующий день утром, мы приехали где-то около трех ночи, потому что простояли, еще час обратно надо было ехать, у нас была экскурсия по Майами, в общем, мы поснимали что-то, и видеоролики у меня есть, одна из остановок была, то есть два-три часа мы проехали, была Майами Бич, все знают, все слышали, что такое Майами Бич, вот мне кажется, есть человек, кто не слышал Майами Бич, пишите прочерк, все фильмы, все клипы, американские звезды, все, короче, самое крутое, это Майами Бич, вот это Майами Бич, фотография там некрасивая, то, что так, но бешеный, огромнейший пляж, туда, я не знаю, сколько километров, и обратно километров, там есть дорожка, все бегают, занимаются, кто на скейте, кто на, короче, все вот там, шакиры, все, в принципе, вы видели в клипах, в общем, это была как раз Майами Бич, один из точек пляжа, потому что туда-сюда нужно было пройтись, у нас был всего часик, и это было за три дня, я впервые залезла в океан, потому что просто тупо было некогда, некогда, потому что после клуба, после вечера, и после того чуть-чуть поспать, а еще же надо кудри навести, в общем, было счастье, мы купались, бесились, волны тоже я выложила в Ютубе, и как раз-таки все руководство, как раз-таки к нашему автобусу подтеклось, но они почему-то не купались, наверное, они уже накупались, ну, в общем, было здорово, тут же еще интервью, супер, особенно, например, горских Женя, я знаю, как ты хотела бы, стояла, наверное, час у Магнуса, вот, после этого мы еще немножко проехали, нам показали Майами, мы остановились в кафе, где было все включено, и нам компания платила, сколько там, 20 долларов, а он стоил 27, по-моему, обед, бутылка на человека, плюс где-то блюту 80, только мясо там, я видео покажу, там большая, там много-много-много стоек, и теперь тебе прям готовится, то есть ты выбираешь любой вид, барашек, ягненок, стейк из рыбы, то есть все тебе, то есть там просто бешеный ассортимент, всяких пирожных, мороженых, классно, а после того, как мы покушали, мы где-то часа полтора кушали, нам было хорошо, мы не хотели вставать вообще, то есть мы потеряли время на прогулку и шоппинг, следующая остановка была район арт, короче, там самые известные художники Америки приезжают, и разрисуют, граффити, граффити, прям на всяких гаражах, там рисуют невероятно район, он стал субкультурой какой-то, там очень много выставок, музеев, ресторанов, из-за того, что мы там еще кое-кого ждали, мы немножко опоздали, у нас было всего 15 минут, но это граффити, это было мега крутое граффити, сколько полтора миллиона стоит, по-моему, известных художников, граффити стоит полтора миллиона где-то нарисовать, представляете, вот сейчас вот сколько стоит место, плюс вот так вот, не знаю, сколько вот это граффити стоило, и конкретно какой художник это делал, ну, говорят, там вот полтора миллиона долларов стоит, нарисовать сейчас, вот там что-то там запостить, бешеные расценки, ну, там просто район, ты едешь, едешь, у меня тоже есть видео, я как-нибудь обработаю, покажу вам, очень круто, вечером, ну, вечером, как вы думаете, что делать вечером в Майами, вот, я тоже говорю, все, я не пойду, я устала, одна смска приходит, вторая смска, мы тоже не были, мы тоже не были, мы тоже не были, все, собирайся, ты нам покажешь где, окей, лифт далеко, давайте сюда, Маргарита Полежава пишет, Ира, все, короче, собираемся, все в холле, в 10 часов уезжаем, я говорю, какой в 10 часов, в 11 все только начинается, я-то уже знаю, вот, в общем, мы выходим, а уже, как бы, я написала Машке, а Маша должна была приехать на машине, я говорю, Маш, в общем, все уходят, я еле и тянула до половины 11, Машка опоздала на 10 минут, все пошли пешком, сказали, что какой-то там другой клуб, 10 минут пешком, окей, у нас был только адрес, все ушли пешком, идти до ночного клуба, мы по адресу взяли тачку, и едем, мы ехали туда 25 минут на машине, естественно, когда мы туда приехали, никого не оказалось, то есть, наша, которая толпа шла, там большая толпа, она просто тупо не дошла, мы приехали в клуб, там было всего 6 человек, мы решили, что мы сюда приперлись, мы поехали в тот, который мы были в первом, в Латиносе, это был будний день, людей было мало, но, вы знаете, вот там, там есть всегда, в клубах всегда идет вискотека, там на самом деле клубов очень много, нам еще сказали, что мы ни туда, ни в тот район поехали, есть только район, где просто круглосуточно идет всякий, и там Латинос, там Бачата, то есть, вот этот вот стиль, когда тем, кому даже, вот мы были в тот раз, когда был тем, кому за 30, за 40, там даже за 50, парочки, так красиво танцуют, то есть, в основном как, 5, 7, 8 песен, когда танцуют в парах, вот понимаете, вот латиноамериканские, грязные танцы, вот помните фильм, бешено, красиво, энергетика, парочки, то есть, ему там 50, ей 40 или 70, но они так офигенно, сальсу танцуют в парах, смотришь и думаешь, боже мой, какой позор, ты вообще даже ни одного движения не знаешь, вот какой-нибудь мальчик пригласит, ты же наступишь, даже на ногу встанешь и не знаешь, куда пойти, а они, понимаете, они рождены с этой музыкой, и мы настолько кайфовали, все, Катя Копям должна была подъехать, она не нашла клуб, хотя мы ей скидывали, ну, в общем, как-то вот так вот было, было здорово, там вы видите граффити, следующий день был шоппинг, день шоппинга, или это, до этого был шоппинг, я уже, а, это в тот день, да, вот в этот день был шоппинг, мы еще немножко сходили в эту сезию в Авентуру, я себе докупила нижнего белья, потому что мне казалось, что это мало, там еще там 15 трусов, короче, я решила просто все сменить, что у меня было, я только хочу Викторию Сикрет, вот, у нас была айфономания, примерно, наверное, 70% лидеров скупили айфон 7, у кого был 6, там просто вот ходили и все, у Ромки Кибиса есть, как две большие вот такие фуры, загружали просто айфонов 7, в этом зале человек, наверное, 200, которые покупают, чтобы купить айфон 7, тебе нужно отстоять бешеную очередь, в среднем, это где-то около 60 тысяч, 58, но, как мне сказал один миллионер, который вот мы, мы летели, почему именно в Америке хотят, он, кстати, с собой, он показал, представляешь, у меня два айфона 7, я летаю два раза в месяц в Россию, и каждый раз я два-три айфона привожу с собой, говорит, все мои друзья, знакомые, вот реально миллионеры, они все, говорят, просят меня купить айфон 7, я говорю, да ты хоть на своем самолете частном слетай туда, нет, вот чтобы каждый раз, айфон 7, айфон 7, наушники, говорит, я уже, говорит, курьер, и на самом деле, как рассказали, что там, ну это долгая история про айфоны, куда они идут, и так далее, да, почему именно эти покупают айфоны, вот, в общем, я, наверное, одна из тех лохушек, кто до сих пор ходит с айфоном 6s, потому что все, у кого даже были шестерки, сменили меня, муж отговорил, сказал, все, в следующий раз, в следующий раз, ну, у нас другие цели, мы переезжать будем, вот, с утра мы проснулись, и поехали, у нас у всех был, купончик, скидка, ну, 5 долларов скидка на речной, на речной такси, доплатили мы, у нас, два, мы доплатили все 26, и вот, такие вот теплоходики, ты можешь в течение всего дня, по всему водному транспорту, перемещаться, это, конечно, здорово, круто, первая часть, вот, я с, с продвиженцами поехала, ну, мы с Надюхой, с Аней, мы вместе жили в номере, вот, потом пришла Катя, Катя с мамой, на другой остановке, вот, потом зашел, Йонас, со своей супругой, она, кстати, из России, работала в сервисном центре, я сняла ее, как колечко, я просто посмотрела, какой там бриллиант, я такого бриллианта никогда не видела, но это я так сфотографировала, она очень мило с нами пообщалась, вот, кстати, она стоит вот с прической, с гулечкой, у меня есть еще фотографии, но говорю, столько их, что, ну, потом увидите, конечно, было классно, круто, Йонас нам переводил, что все вот эти каналы созданы искусственно, чтобы загрузить все эти яхточки, потому что, вот, как у нас, друг к другу там приезжают на машинках, друг к другу там, вот, в гости приезжают на яхтах, ну, яхта в среднем стоит там 2 миллиона долларов, 5, 50, вот, до 50 миллиончиков яхта стоит, ну, долларов, ну, как бы они друг другу ездят в гости, вот, у меня отдельное видео, потому что я не фотографировала, дома, конечно, там, шикарнейшие, и мы только, мы еще по одним каналам ездили, а там еще есть другие каналы, отдельно другой маршрут, когда там пошли только там, создатель Виагры, например, самый крутой, крутой дом, вот, Перфилева говорили, вот это там, как-то кто-то, создатель Виагры, там просто, говорит, такое, там, такое, это надо видеть, но они скинут, там, Джулия Робертс, Де Ниро и так далее, короче, все селебрити, это какие-то другие ветки, чтобы не совсем такой вот маршрут бюджетный был, как вот мы катались, надо приходилось делать несколько остановок, и одна остановка, ты ждешь еще следующего, вот это вот, шаттл, ну, короче, теплоходика, да, еще там сколько-то, 40 минут, вот мы вышли, получилось так, что мы, дождались, минут 40 ждали одного, вот этого теплоходика, сели, зашли с Ромкой Кибис, еще человек 5 зашло, мы сели, уже раз, отходили, потом смотрим, те 5 человек выбежало, потому что не все поместились, они поехали на следующем, и мы с Ромкой везде путешествовали, поэтому у меня фотографий мало, потому что сами понимаете, что мальчики не особо любят сфотографировать, вот, мы очень жалко, там было бешено, круто, красиво, и мы на часа 3 прогуляли по всему центру, что меня удивило, когда я подошла, вот, средние фотографии, вы видите, к водичке, потому что, ну, просто многие устали, а вы видите, вот сейчас опускается мост, это, вот, как я вам говорила, что вот, как вот там, по красные, зеленые, вот так вот живут, на приеме постоянно опускаются мосты, кто-то проезжает, в это время опускался мост, проезжал поезд, вообще тоже круто посмотреть на него, в общем, мы устали, говорю, пойдем ложки помочь, потому что у меня ноги вообще просто отваливались, я только подхожу к дереву, вот видите, дерево, да, и вот мне вот так вот, чуть вот так, по голове, вот, ну, просто вот так, ба-бах, на воду, и падает вот такая игуана, я там вот, знаете, вот обкакаться, это не то дело, вы же знаете, вот так бах, и вот такая вот дура вам падает, вот как она мне на голову, если бы она мне попала на голову, я там же, знаете, так уж как бы их уже скончалось это так страшно вы представляете вот оказывается они просто там это потом мы посмотрели это как кошки игуаны там как кошки там полезла там залезла они как кошки перемещаются хорошо что я их не боюсь мне даже весело но нет такие знаете вот как как домашние кошки но примерно так то есть им по барабану они привыкли к людям вот что меня покорила меня покорили первое на нас чего я начну это наверное как они называются вот эти в лицо летают все как как девочки как называется летают то что у нас нету быстренько расскажите мне напишите дирижабль вот правильно вот я очень много искала как попасть на дирижабль но вот понимаете вертолеты самолеты все могут на дирижабли полетать а их реально много там дирижабль там дирижабль я думаю что вообще не существует уже это какой-то там какой-то век но у них там их полно ну вот как бы одно упущение там очень много было выставочных галереи они были бесплатные заходишь и три места которые меня покорили это вот первое зеркало который ты встаешь вот так там коридор и там коридор ловишь офигенно было много картин две картины которые меня просто покорили и нужно увеличен там где два поезда смотреть их реально долго все рассматривать там вот это вот действительно вечность сидят люди просто сидят это надо думать и вот посередине вот наверно я на минут десять смотрела я потом отдельно вышлю вам фотографию эту она дальше продолжается но вот взгляд двух детей вот по фотографии по взгляду можно понять вот вдуматься о многом девочка характер у кого какой характер кто за кем девочка вот казалось бы вот оба оба да ребенка молятся но они молятся даже ладошки чуть по разному девочка за мальчиком или ой боже как страшно а мальчик настолько уверенно что он вот настолько уверенность вот это в нем что все я сделаю я все смогу вот 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 казалось бы но вот это люди там дети из не не палом там они на красину скажем так в горах стоят надо смотреть картину полностью но вот реально пробирает и когда ты увидишь в оригинале вот она огромнейшая огромнейшая картина видишь эти бешеные глаза просто бешабашно опять мы сели на следующий теплоходик яхты яхты дома яхты дома яхты это будет видео вообще классно вечером и вечером мы уже все собрались уже все скучковались на один теплоход мы ближе к 9 вечера там были как раз таки кассицына кукушовы алянкины короче все 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 наши и мы там устроили уже дискотечку было здорово там часть видео вы тоже где-то видели а следующий день с утра то что меня действительно тоже покорила я видел основателя компании проходили в очереди к нам за столик сел роберт александр александров йогник да и он начал рассказывать что они куда не сходили вот почему важно знать английский язык да очень важно когда ты выходишь в топ все все практически общаются на английском а ты как лох так понимаешь примерно о чем вот ты сказать не можешь можно разобрать то есть они сейчас собираются в гольф они поехали с нами в гольф поиграем это как ага это тоже самое примерно как мне сальсу танцевать я не умею вот и у меня другие были цели а цель у меня были какие я должна была а вечером вечером я поехала еще в пошла в номер к нашим перфильевом у нас была такая планер очка они мне очень много всего интересного рассказали то есть о глобальности у них офигенный номер тоже ролик я вам скину вот и мы должны были поехать с ними на какое-то в общем парк там практически две трети всей территории вот это будет флорида занимает и там вот крокодила лига всякие там птицы короче парк и ты ездишь на аэроглисе где еще вертушка такая вы знаете как вроде она подушка большая на большой там таблетки а еще вертушка вентилятор вот ты вот так вот едешь причем они взяли частную экскурсию чтобы там прям вообще вип-экскурсия какая-то и куда-то на другие маршруты вот и машины так далее все я с ними с вечером согласилась а вечером приходит если я в основном санникова в 10 вечера ложилась спать а я в 2 то в этот раз в два часа санниковой не было она приходит вот с такой огромной сумкой просто вот такой огромной сумкой и я с другого шоппинг-цент ты просто не представляешь как он называется роз сроса ты не представляешь смотри маечка смотри кофточка все под ровным ценам это 10 долларов это 10 долларов это футболка кельвин клеим 12 долларов это там маккорстон 15 долларов и короче вот это вот она делает идти зараза отсюда нахрен иди я не хотела больше шопиться у меня уже перевес она дальше продолжает кепка какие у нее очки за 5 долларов короче брендовых короче это зараза раздраконила меня так что я на еще часа полтора не могла уснуть из-за того что она мне показала то есть вот реально я просто видела вечером что все даже самые скрупулезные там лидеры да там которые уже везде побывали они просто заезжают они заезжают чемодан и шмоток просто вот чемоданами шмоток один приезжает новый покупает чемодан и полностью забит один второй третий я не помню не понимаю что происходит оказывается в 10 минутах от нас не 15 минут от нас есть сток а с америки стекаются каждый день оттуда все брендовые шмотки продормовым 10 20 30 долларов все вот просто копеечный то есть среднем платьишко стоит 1200 800 рублей вот брендовая какой-нибудь типа гесса и так далее в общем это что-то все там по 5 кроссовок себе мальчики покупали когда вообще не шопились у меня ваш девочки этот шопинг уже достал егарная встреча я себе опять кроссовок купил смотри какие посмотри какие джинсы он не оливаясь короче мальчики короче мальчики в шопингов дались в общем я поменяла все планы и пошла на шопинг это было бешено ну вот да в среднем можно за 30 долларов там короче примерочная там отстой ну вот в общем вот так я купила точно на килограмм 10 шмоток там 5-7 платьев и короче много всего и их вот так вот я все запихивала запихивала в общем вот так после этого я упала на пляже я была очень голодная я купила себе там фруктов салатиков и мне настолько было примете вот это второй раз океан я живу в майами у меня выход на балкон океан но я не могу сходить потому что у меня просто нет времени вот поэтому я не стала вот на этих лежаках я просто развалилась я смотрела только на океан купалась и ела фрукты все вот на эти а я русский турист вот я была русским туристом мимо меня пробежал как его зовут короче тоже из шведов не александр он подошел ну чё говорит я грузишь туриста не было просто так хорошо я хочу просто есть я хочу купаться все я не хочу туда вот там у меня были голодные чайки мне отдельно видео есть вы послушаете как бы там я сравнила очень интересно я кормила вообще круто очень круто было кстати видите на небе такое крестик офигенно есть вот как-то вот так вот да мы все проезжали мимо него классно да может что-то тоже значит а кстати вечером вы видите а вот это вид из номера перфильевых я хотела днем потому что камера не продает насколько эта красота ты находишься там на сороковом этаже и просто вот вообще все вот вот светится и с одной и с другой стороны там можно велосипеде какаться как и у меня там длинные террасы вот но днем к сожалению я не дошла до них хотела тоже видеоролики снять вечером был галла ужин ну сами понимаете это будет мега крутое шоу красота в американском стиле там все круто очень круто все очень красивые вечеринка в золотом у меня пластичка было так что мне можно вот так вот там рисовать все что угодно видели там у меня логотип о потом логотип инициалы мои что-то каждый подходил и на мне чего-нибудь рисовал на этом платье но смешно было вот поэтому есть разные у меня так дизайн платье по-разному идите не трогайте меня вот награждение фотографии с каким-то президентом простите с именами я путаюсь по-моему анатолий с турции президент вот мы обменялись с ним с ней фейсбуками еда была на высоте но что-то я вам сфотографировала как-то некрасиво выглядит но было очень все вкусно а дальше вечером все уже начали расходиться у нас пошел кураж мы начали делать вы наверное видели все эти ролики когда челлендж мэйкен челлендж мы делали всякие там бумеранги и так далее у нас просто вот вот ну очень много еще вы видите всяких веселых роликов там подкидываем каблучки и там дождики в общем у нас пошло бесилово то есть вот как бы так мы даже не стали танцевать вот но у нас вот кураж пошел всякий вот делать интересные штучки вот конечно же громадность было поздравление первое там пошли президенты и потом пошли и так далее все ниже ниже не спускались это по уровню и ты понимаешь на этой конференции глобальность вот как у нас например походит поздравление да вот например шести процентники или там нет у нас трех проценте мы просто их не пишем трех процентников потому что их много и вот эти вот трех процентники бриллианты новые вышли они просто вот полностью вся сценой понимаете трех процентники новые квалифицировавшихся бриллианта со всей со всего мира ты понимаешь что это просто вот бриллиант это 6 6 процентов максимум то есть это вот вообще то есть в конце же просто всех позвали на стену ту новые звание бриллиантов ты понимаешь вот живой как как с бриллианта все только начинается. Ну, на самом деле масштаб, когда ты видишь вот бах там, с старшей бриллиантой, сцена прямо там, дважды бриллианты, сцена. Ты в шоке, ты вот реально в шоке, насколько вот это вот... И все вот так вот стоят, и самое я спрашиваю, что половина никто не снимал ничего. Я говорю, вы хоть снимали? Нет, просто все вот так. Да ну нафиг. Да ладно. И между собой общались. В общем, как бы видео есть, но мало. Вот. Это здесь манекен челлендж. В общем, все вот мы делали, игрались. Последний день. Последний день уже, опять же таки, я спустилась ближе к пляжу, потому что, ну, как-то тоже хотелось быть на море, покупаться. Как раз это было крещение, крещенские морозы. С утра уже по традиции встречаешь основателя компании. Он как раз вместе бегал на улице. Потом опять зайдет. Ну, классно. То есть, все руководство, все с нами. Ты в любой момент можешь подойти, пообщаться, потрогать, сфотографироваться. Очень здорово. Я собрала сумки, молилась, чтобы у меня не было перевеса. И вот потом уже в конце последней часы мы собрались вот такой вот большой толпой и начали там что-то снимать, видео. Вы, наверное, все видели, да? Мы пожелания друг к другу скидывали, да? Все. И потом, ну-ка, и мы потом все узнали, что у нас у всех айфоны. И говорят, ну-ка, давайте. И все кидают айфон, айфон, айфон 7, айфон 6, айфон 7. Все. И сидит рядышком сын Рада Никитиной. А у тебя что? У него единственный оказался Самсунг. В общем, он нас сверху фотографировал. Было смешно. Мы как это, как белый, фу, у тебя Самсунг. Ты не в теме. Вот. И он нас сверху фотографировал. И это не все. Потом люди говорят, у меня тоже телефон, у меня тоже телефон. Как бы там уже мы гахатали. Типа, давайте второй раз. Походу я уже ушла переодеваться. Они еще второй раз сфотографировались, потому что там еще до кучи, да? Потому что у всех 6-7. Я говорю, зачем он 7-ка, это нужно на самом деле? Когда ты увидишь фотографию, которая сделана с 7-ки, последний прям, портретный. Это такое качественное портретное фото, что вот реально, только из-за этой функции я вот реально плакала, что у меня нет времени, чтобы купить семерку, вот эту самую последнюю. Там, ну вот просто, как будто там тебе суперпрофессиональным фотоаппаратом все есть. Здесь фокус, там немножечко размытые линии. Ну, просто бомба. Просто бомба. Уровень другой. Вот я, ребята, реально была лохом. Когда мы прилетели, с нами вместе, очень много звезд летало. Вот, ну, вы видите, да, звезду. Еще знаете, какая летела? В Comedy Club постоянно, которая поет, основная девочка, которая поет везде. Как ее... Это Кудрявцева, да. Кто поет постоянно в Comedy Club, всех подпевает, все ролики у них. Девчонка, девка. Ну, вы знаете ее. Там она во всех шоу участвует. Вот, в общем, она еще летала. У нас, мальчишки, кто-то успел с ней сфотографироваться. А я с Леной стояла буквально через три человека. И мне настолько... Ребята уже сфоткались, и больше никто не фоткается. И мне было настолько стыдно к Лере подойти и спросить. Вот дура, просто дура. Почему я не сделала фотографии? Еще один, как бы, такой момент был. Я вместе летела рядом с миллионером. Получилось так, что ему нужно было срочно вылететь. А так как наши оккупировали просто самолеты, оставались билеты только по полмиллиона долететь в Россию. А у него, получалось, там сдвинулся график, и поэтому он попал в эконом-класс. Ну, как эконом, да. Первый, второй ряд эконом-класса. То есть это считается круто. Тоже, как я туда попала, не знаю, потому что только там по золотым картам. В общем, этот мужчина, у него, вот у нас высотки в Сити стоят в Москве, которые высотки в Сити, короче, вот это там по сто этажей. У него, вот он говорит, его пять этажей полностью, его где он сдает аренду всем, там какие-то там Бентли и так далее, и так далее. Это он как владелец. В двух высотках по пять этажей. То есть какие в аренду? Это его. У него 18 ресторанов, которые там мороженое все, кафешки типа Биби, Баскин Робинс, плюс завод сейчас мороженого, и это в России бизнес, а в Америке у него свой банк, какой-то там небольшой, но который онлайн-переводы делает. Короче, мы с ним, наверное, часов пять протрещали. Он мне столько фишек рассказал про Майами, про все фишки. Вот его квартира стоит полтора миллиона долларов. Обслуживание квартира стоит 3 800, 3 миллиона, ой, 3 800 плюс ежегодно 24 тысячи долларов за квартиру. Сказал, сколько обучения, сколько что, про айфоны, про все фишки, про... У меня вот такая вот голова. И самое главное, он мне говорит, так, сейчас спустимся, когда приземлимся, и я тебе скину, чтобы мы там ссылкой нашлись друг друга. Вот, чтобы это, вай-фай был. И я забыла. И я не сделала селфи с ним. И я даже видео не сняла. И я знаю, что его зовут Женя. И я не знаю его фамилию. Дура! Капец! Он 5 часов мне все рассказывал. То есть, в принципе, ну, как бы, если было бы неинтересно, он бы мне не рассказывал. Но остальное я просто вырубилась, потому что я хотела спать. Дура! Ну, в общем, так, лоханулась. Ни с Кудрявцевой, ни ничего. Теперь нужно. Я знаю, что его зовут Женя. И все. Дура! Вот. Ну, просто, да. Это он, да, он родился в Томске. Вы видите, сколько... Это не все чемоданы, которые лидеры с разных стран были. Короче, все, как минимум, два чемодана было, потому что был шопинг. А это игрушки моей дочери. Ну, в общем, вот так вот прошла конференция. Вот. Два часа я вам коротенько рассказала, что произошло у нас. Спасибо, что вы меня выслушали, потому что вторая часть еще будет продолжаться, когда у нас будут другие мероприятия. Потому что у меня коротенечко, вот прям очень коротенечко. Да. Да, действительно, как на одном дыхании протрещало вам все. Все, девочки, в четверг я вам скажу. Также, наверное, в 13 часов по Москве у нас будет планерка с менеджером и директорами, где я вам еще буду много крутых фишек рассказывать. Все, целую. Вас люблю. Все, пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.